В эфире специальный выпуск программы Спортклуб. Он посвящен третьему международному теннисному турниру Smart Samara Ladies Open, который открылся 7 сентября. 32 участницы из 15 стран мира разыграли призовой фонд в 50 тысяч долларов США. Но прежде чем мы окунемся в атмосферу нынешнего праздника, немного истории. Три года назад мысль о международном теннисном турнире в Самаре, да еще входящая в мировую серию, казалась несбыточной. Но, как и все гениальное, она родилась и получила воплощение довольно будничное. Надо сказать, что в 1994 году, когда задумывался этот турнир, идея воспринималась буквально как бредовой. Потому что в те далекие уже сейчас годы, тогда был только один профессиональный турнир – Кубок Кремля. И тот был собственностью Швейцарии, а проводился на территории России. Тогда не было ни одного профессионального турнира. И вот как раз в этот момент мы сидели с бывшим управляющим Самарским филиалом акционерного банка «Инкомбанк» Лейко Игорь Романовичем на трибунах Кубка Кремля. Начали говорить. И Игорь сказал, слушай, а что нам не провести этот турнир? Я говорю, давай проведем. Он говорит, сколько денег надо? Я говорю, я посчитаю. Он говорит, ну приходи ко мне через неделю. Я посчитал, пришел к нему через неделю, он говорит, деньги дам. Вот дал денег, турнир и состоялся. Два первых турнира организаторы проводили в закрытом помещении. А в нынешнем году сбылась самая заветная мечта. Третий международный турнир прошел на открытом воздухе, на обновленных кортах областного центра, что по улице Челюскинцев. В сотни метров от набережной Волги. И это тоже, без сомнения, придало особый колорит большому теннисному празднику, который стал важным событием в жизни города. Еще бы, организаторы сделали все, чтобы в кратчайшие сроки найти не только спонсоров турнира, но и устроить красочный праздник открытия, подготовить для участников разнообразную культурную программу. Мы рады, что турнир стал доброй самарской традицией. Надеемся, что дни, проведенные в нашем городе, станут для вас незабываемым праздником и подарят участникам турнира много новых впечатлений. Желаем всем счастья, здоровья и успеха во всех ваших начинаниях. Для нас очень приятно, что этот корт возник на базе кортов детско-юношеской спортивной школы. И в дальнейшем, на соревнованиях, наши ребята в первую очередь увидят тот класс, в котором они должны стремиться. Но еще более отрадую, что по окончанию турнира этот комплекс будет использован для детей и молодежи города Самары, где они уже не только в летний период времени, но и в течение года. А таких ребят у нас сегодня, 740 теннисистов, которые занимаются этим видом спорта, будут практиковаться и совершенствовать свое мастер-спорт. Добрый вечер, болельщики, участники и просто зрители. От имени Совета директоров позволите поприветствовать всех участников этого турнира с тем, что они снова на нашей земле и теперь уже на новом корте, восточение которого приняло частично и наше акционерное общество. Мы надеемся, что следующие турниры будут предоставить количеством турниров, трибун, поскольку сейчас видно уже, судя по тому, сколько людей осталось за воротами, этих трибун явно недостаточно, что корты будут заполняться все более шим количеством талантливой молодежи, самарские мальчики и девочки. И на следующий год в числе участников турнира будут самарские имена. Успехов участников турнира, а болельщикам и зрителям хорошей погоды, которая нам будет необходима на всю эту неделю. Спасибо. А затем состоялся праздник открытия с танцами, музыкой и фейверком. Столь оригинальная церемония, конечно же, останется в памяти участниц турнира, география которых значительно расширилась. Из далекой Колумбии приехала похожая на цыганку Кармина Жиралко. Из Германии прошлогодняя победительница Самара Лейдис Оупен Майя Живицпуль. Из Чехии Ленка Ценкова, имеющая один из самых высоких рейтингов среди участниц, 125-й. Из Голландии Аманда Хокманд, но больше всего было россиянок, 16. К сожалению, в основную сетку не попали две теннисистки нашей области, не прошедшие квалификционный турнир. Тольятинская спортсменка Наталья Филимонова и самарская Александра Силина. Но ведь и турнир с призовым фондом в 50 тысяч долларов – это очень высокий уровень для профессионалов. Ну, в этом году, как ты считаешь, сыграла удачно? Не могла бы сыграть лучше. Чего не хватило? Тренировок не хватило, потому что два месяца где-то мы почти не тренировались, так аккорд строили. Ну и твоя мечта, все-таки, кем стать в теннисе? Я думаю, выиграть хотя бы несколько турниров и попасть в рейтинг. Ты хочешь стать настоящей профессионалкой? Да. Жребий развел в турнирной сетке двух спортсменок, имеющих самый высокий рейтинг мировой классификации среди участниц. Под первым номером – москвичку Татьяну Панову, 92-й рейтинг, и под 32-м – чешку Ленку Ценкову, 125-й рейтинг. И если Ценкова первые три круга чувствовала себя относительно спокойно, Жребий свел ее с относительно слабыми соперницами, то вот Пановой пробиваться к финалу пришлось с куда большим напряжением. Представьте себе, уже в первом круге она встретилась с финалисткой первого турнира Самара Лейдис Оупен Анной Леньковой. Очень непросто складывался этот матч, который в итоге выиграла Панова. 6-4, 6-1. Во втором круге вновь серьезное сопротивление ей оказала немка Майке Фройли. Но и она была повержена москвичкой в трех сетах. И тут в драматическую завязку сюжета вмешалась непогода. Небо затянуло тучами, палил нудный осенний дождь, который разогнал зрителей и дал незапланированную передышку участницам турнира. Дождь испортил вам сегодня настроение? Нет, не спорьте, потому что это типичная теннисная погода. Все спортсмены очень любят дождь. Но дает возможность отдохнуть? Да нет, просто испокон веков, как теннисный турнир, всегда мы имеем дождь. Словно предугадав непогоду, организаторы турнира предложили ее участницам большую развлекательную программу. Обычно маршрут теннисисток ограничивался гостиницей России и теннисными портами. А здесь выпала возможность побывать в ночном клубе джунгли. Развеяться, потанцевать и просто пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Когда еще выпадет такая редкая возможность? Потому что здесь, во-первых, очень хорошие люди, гостеприимные и очень отзывчивые. Это прежде всего, я считаю, когда есть какая-то нить, которая связывает людей. И, конечно, они все стараются сделать для того, чтобы турнир был достойный. И у них это очень хорошо получается. Поэтому это мой третий здесь турнир. И я всегда рада приезжать в Самару. Что ж, как видите, в джунглях было довольно весело. Вечеринка удалась на славу. Но на утро, когда участницы вышли на корт, настроение у них вновь испортил дождь. Запланированные встречи пришлось отменить. Ну, тут, возможно, два сценария развития событий. Первый сценарий – это уйти под крышу. И второй сценарий – это ждать хорошей погоды. Но мы не только ждем хорошей погоды, мы трудимся. И каждую минуту погожу, как только дождь скончается, выходит бригада и убирает воду с корта. Ну вот, позвонили в прогноз погоды. Завтра обещает хорошую погоду. Поэтому, очевидно, второй вариант сценария. То есть, будем все проводить на открытом воздухе, но немножко в более напряженном графике. Очевидно, будут играть две встречи в день. И, возможно, что финалы будут играть не в субботу, как мы планировали, а в воскресенье. Кому-то дождь уже не был помехой. Например, Кармина Жералдо из Колумбии выбыла из борьбы в первом же круге. А тут еще по дороге в Самару пропал в аэропорту ее багаж. И если бы на турнире вручался приз самой неудачливой спортсменки турнира, то его наверняка получила бы Кармина. И тем не менее. Я очень благодарна организаторам турнира за внимание и помощь, которую они оказали в той неприятной ситуации, в которую я попала. Я обязательно постараюсь приехать в ваш чудесный город на будущий год. Больше всех беспокоился за участниц главный арбитр турнира Барбара Рааби, опытный специалист из Норвегии, инспектор Международной теннисной федерации. Именно она решала, выходить спортсменкам на корт или нет. Вот и во второй день турнира никому не удалось закончить свои матчи. И тогда Барбара приняла единственно правильное решение, учитывая холод и дождь. Едем на теплоходе по Волге. Спонсоры, конечно же, расстарались вовсю, приготовив не только шикарный корабль, но и отменное угощение. Потому-то, наверное, и впечатления от прогулки по Волге остались самые приятные, даже несмотря на ненастный осенний день. Мне очень нравится организация турнира. Я считаю, что у него большое будущее, тем более, что он проходит в таком прекрасном месте. Погода несколько мешает участницам, но думаю, что все будет в порядке. Итак, мы вновь возвращаемся на теннисный корт. Словно почувствовав настроение участниц, Небесная канцелярия наконец-то смилостивилась к ним и к организаторам турнира, которым ужасно не хотелось скомкать теннисный праздник. Это в какой-то степени могло подмочить возросшую популярность Самара Лейдис Оупен. Но все, слава богу, обошлось, и турнир возобновился. Правда, не без потерь. Программу турнира пришлось сократить, отменить парные соревнования. А в одиночных интрига закручивалась с новой силой. Надо же было так распорядиться жребию, что прошлогодняя победительница Майя Живицкуль уже на подступах к полуфиналу встретилась с Пановой. Встреча, несомненно, достойная финала. Но Майя на этот раз была не похожа на себя. Она сравнительно легко уступила Пановой 6-2-6-2 и выбыла из соревнований. Конечно же, хотелось дойти до финала, но, к сожалению, помешала непогода и холод. Условия, в которых проходил турнир, не для меня. Среди участниц турнира оригинальной игрой выделялась Евгения Куликовская из Москвы. Вот обратите внимание, какой это универсальный игрок. Хоть она и не пробилась в полуфинал, но впечатление Женя о себе оставило неплохое. Куликовская одинаково хорошо играет с обеих рук, что очень редко бывает в теннисе. Ну, так получилось с детства просто. Я когда начинала играть, я играла у стенки и играла левой рукой. Когда она уставала, брала акиды вправо. Теннис сказал, если ребенку удобно, пусть играет. Итак, в полуфинале Татьяна Панова одерживает победу над украинской спортсменкой Еленой Татарковой, получившей в ходе встречи травму. А Ценкова в трех сетах 066361 переигрывает опытнейшую Елену Воропаеву, в прошлом году уже игравшую в финале. Итак, финал. Суббота, 13 сентября. Для кого-то этот солнечный осенний день станет счастливым. Для Пановой или гостей из Чехии – Ценковой. Увидеть решающую встречу турнира приехал сам губернатор области Константин Титов. Многочисленные зрители, почетные гости, спонсоры. Вряд ли кто мог из них предугадать исход финальной встречи. Кто станет обладателем почти 9 тысяч долларов призового фонда? 20-летняя Ценкова, уже становившаяся победительницей профессиональных турниров в 10, 20 и 50 тысяч долларов, имеющая в своем активе победы над Суковой, Риттнер, Лабад. Или 21-летняя Татьяна Панова, первая ракетка мира среди юниоров, побеждавшая на 25-тысячниках в Германии и Турции. Словом, соперницы достойные друг друга. И в случае успеха они могли резко улучшить свой мировой рейтинг. То, что произошло в финале, можно назвать триумфом Пановой. Она играючи выигрывает первую партию с сухим счетом – 6-0. Начало второй – за Ценковой. Но это не обескуражило россиянку. Она сравнивает счет и уходит вперед – 4-1. Еще один гейм за Ценковой – 4-2. Но Панова не оставляет и тени сомнения, кто на сегодня сильнейший. Окончательный счет 6-2. И в истории турнира «Смарт Самара Лейдис Оупен» вписывается имя новой героини – Татьяны Пановой из Москвы. Самара стала для вас счастливым городом? Ну, в принципе, да. Я, конечно, не ожидала, что я выиграю. Просто старалась показать на то, что я способна. Вы решили посвятить свою жизнь спортивной карьере? Да. Как возможно. Если будет идти хорошо, я буду играть. Я где-то поиграю лет до 30. Вы приедете на следующий год в Самару? Да. Обязательно. Какая встреча была решающей на турнире? Первый матч с Леньковой был самый напряженный на этом турнире. Ленькова действительно игрок такой нормальный и просто никогда не отдаст. А со следующими игроками там уже было понятно все. Чуть задавило и уже отдавали. А Ленькова боролась за последний. Несмотря на то, что во втором свете счет был 6-1. Но была борьба очень сильная. Вы ожидали, что в общем-то сравнительно легко Таня Панова переиграет чешскую спортсменку в финале? Легко. Не было такой уверенности. Но то, что она выиграла, я это знал. Потому что мы с ней встречались. И все уже проиграли этой Ценковой из-за своих ошибок. А сегодня была более сомна и задавила с первого розыгрыша. И результат налицо. Вот так проходила приятная торжественная церемония закрытия турнира. Кроме серебряного кубка и денежного приза, Панова из рук Барбары Раабе получила майку чемпионки. Было много теплых слов в адрес спонсоров, организаторов турнира, судей, городской, районной, областной администрации. Не забыли никого, кто внес свою лепту в проведение турнира. А мнение было одно. Несмотря на непогоду, турнир удался. И уроки его оказались полезными для всех. По своему уровню, по статусу, турнир Самара Лезис Опен является вторым после Кубка Кремля. И поэтому, не только поэтому, а потому что нам интересно развитие спорта в Самарском регионе, в Самаре, мы без всякого, без тени сомнений стали информационными спонсорами этого турнира. Причем стали ими не сейчас, не только сейчас, когда уже турнир приобрел славу, известность международную, а с самого начала, с самого первого турнира. И мы каждый год являемся спонсорами этого турнира. В этом году этот праздник был не омрачен даже погодой. На нем собрались очень интересные люди. И мы очень горды тем, что мы были спонсорами, получили специальный приз информационных спонсоров этого турнира. И пожелание будет такое нам всем, поклонникам этого великолепного вида спорта, чтобы турнир становился как можно больше, чтобы он становился как можно более престижным. И вошел не только в разряд самых крупных в России, а в разряд самых крупных в мире. Ваши впечатления об турнире. Вы довольны, что стали главным спонсором вот такого большого международного турнира? Да, конечно. Это несомненно. Мы уже с большим удовольствием принимали участие во втором турнире, были просто спонсором. Мы прицеливались на планку серебряного спонсора, и то, что нам удалось стать золотым, это было для нас самих приятной неожиданностью, что мы оказались победителями. И хотим по-прежнему, как я уже говорил сегодня, принимать участие в спонсировании турнира и бороться за право быть в числе первых. Почему именно теннис? Вы выбрали теннис? Ну, это одни из самых красивейших видов спорта. Это динамичный, подвижный очень. Некоторые ассоциации с нашим обменной связью. Красивые формы, красивые движения, красивые люди. Поэтому, наверное... Можно теперь предположить, что сотрудники вашей фирмы теперь будут заниматься теннисом? Я думаю, что да. Мне так кажется. Даже хочется самому. Если удастся набрать время, обязательно займусь. То есть вот я хочу, это не старорежимные слова, а настоящие слова благодарности. То есть, в первую очередь, конечно, Константин Алексеевич Титов. То есть, когда он узнал, что есть сложности к турниру, он обратился к ряду организаций, которые нашли возможность оказать пассивную финансовую помощь. Ну, и новый глава города Самары, Лиманский Георгий Сергеевич, тоже не остался в стороне. Оперативную работу вел Колесников Николай Владимирович. И достаточно оперативно, четко, без сбоев. Всем были розыданы поручения, все они были выполнены. Это очень хороший стиль новой администрации. Было бы очень приятно, если бы он остался таким же. Огромные слова благодарности также местным властям. То есть, руководителем, главе администрации Октябрьского района, Питьеву Олегу Владимировичу, который буквально здесь по 2-3 раза в день бывал, проводил оперативки. И сделал даже больше, чем мы его просили сделать. Благоустроил территорию, перенес контейнеры с мусором, прислал даже, в конце концов, даже моечную машину, которая промыла здесь подходы. Так что, огромное спасибо. И я надеюсь, что вот такой подход к турниру будущего года сохранится. Ну вот и перевернуто. Еще одна страница в летописи международного теннисного турнира Самара Ледис Оупен. Мы прощаемся с вами. И приглашаем вас на следующий турнир через год.